Организацию работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обсудили члены антинаркотической комиссии. За два месяца этого года в городском округе и на территориях подведомственных межмуниципальному управлению МВД России «Щелковская» зарегистрировано 37 наркопреступлений. Это существенно меньше, чем за такой же отчетный период прошлого года, на одну пятую. Также снижение произошло и по имеющим отношения к наркотикам и наркозависимости тяжким и особо тяжким деяниям с 44 до 33. Если в целом оценивать статистику за этот и за прошлые годы, то ситуация в округе не отличается от областных показателей и является контролируемой. За 12 месяцев 21 год из незаконного оборота наркотиков изъято более 55 килограмм наркотических и психотропных веществ. Наиболее распространенным наркотическим является мифедрон, альфа, пиупи, простонародика, соль, марихуана, так же другие. В 2021 году отделение по контролю за город наркотиков в муниципальном управлении согласно ведомственной оценке заняло третье место из всех районов Московского области, что является удовлетворительным результатом. На заседании также были переведены результаты мониторинга наркоситуации в округе за последнее время. Наблюдается снижение по уровню первичной заболеваемости наркомании, по смертности и по острым отравлениям наркотиками. Комиссия также обсудила основные направления профилактической работы по борьбе с наркозависимостью. В целях улучшения состояния наркоситуации в городском округе необходимо провести цикл профилактических мероприятий, направленных на привитие молодежи навыками здорового образа жизни, обеспечить максимальное вовлечение несовершеннолетних в тестирование, для чего организовать индивидуальную работу в школах с психологами и обучающими их родителями. Было принято решение в апреле 2022 года провести мероприятие с участием членов волонтерского движения «Московский областной патруль» в образовательных организациях, в которых обучаются несовершеннолетние, привлеченные за совершенные правонарушения к административной ответственности. Также предложено активизировать разъяснительную работу среди детей и подростков, относящихся к группе социального риска. Последним вопросом повестки стал отчет о работе антинаркотической комиссии за прошлый год. На территории округа в 2021 году проведено более 1800 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Общий охват участников составил более 67 тысяч человек. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.